В преддверии Международного женского дня в городской администрации собрали активных ежкаролинок. В этом году на торжественном приеме главы городского округа Виктора Кузнецова чувствовали 14 женщин – учителей, врачей, артистов, волонтеров и всех тех, кто активно трудился на благо ежкаролы и ее жителей. Елена Бусыгина в прошлом экономист, сегодня волонтер серебряного возраста. Пятый год сотрудничает с Центром добровольчества и на своем примере доказывает ровесницам, что жизнь на пенсии только начинается. Елена Вениаминовна – первый сертифицированный специалист по финансовому просвещению представителей старшего поколения в Мариел, а с недавнего времени и экскурсовод. Я являюсь волонтером-экскурсоводом. В районах ведь много волонтеров, которые работают со своим населением. И чтобы они отдохнули, отвлеклись от своих дел, мы их приглашаем сюда в город, я провожу экскурсию по нашей столице. Еще я являюсь волонтером финансовой грамотности. Наш национальный банк провели с нами обучение, все по-взрослому. Мы сдали тесты, зачеты. И сейчас волонтеры ездят в районы. Опять же, с лицами старшего поколения мы проводим работу. Объясняем, как не попасться мошенникам. Накануне Международного женского дня Елена Бусыгина в числе 14 приглашенных на торжественный прием главы городского округа Виктора Кузнецова. Глава города Ишкаралы проводит прием лучших женщин города Ишкаралы, внесших наибольший вклад и в развитие города, и в развитие традиций этого города, и в воспитательных традициях. Поэтому традиционно накануне дня 8 марта мы приглашаем самых лучших женщин. Они представляют самые разные сферы жизни нашего города, и все они очень важны для нас. Народ и армия, семья. Гордимся вами, сыновья. Тема предпраздничной встречи этого года. Среди активисток были и те, кто так или иначе связан со специальной военной операцией. Например, организаторы первого в городе волонтерского движения «Сердце матери». Группа поддерживает связь с нашими земляками, которые находятся на передовой и отправляют им посылки. Я сейчас хочу выразить эмоции парней, которые ждут и надеются, спрашивают, как там. А нас кто-то что-то говорит. И когда они получают, знают, что придет гуманитарный груз, и пусть там что-то такое, которое может повторилось. Они прямо как глоток жизни это получают. Поэтому они очень рады и всем благодарны, всем, кто принимает участие в этой помощи. В зале и Людмила Китаева. Председатель одного из самых активных ТОСов города – Свердлова, 50. На протяжении восьми лет жители двора стремились к тому, чтобы получить придомовую территорию в собственность и жить на ней по своим правилам. Подготовив иск и пройдя судебные разбирательства, год назад ТОС достиг желаемого. Теперь жильцы дома сами управляют своим имуществом и самостоятельно решают многие вопросы. Подобный торжественный прием проходит в администрации уже в четвертый раз. Виктор Кузнецов поблагодарил женщин за плодотворный труд на благо города и поздравил их с наступающим праздником весны.